Здравствуйте, ученики 4, 5, 6 классов. Мы продолжаем факультатив по истории России. Видеозанятие 132 тема «Русская культура нового времени». То есть особенности русской культуры нового времени. Русскую культуру 16-18 веков принято считать культурой уже нового времени. Надо сказать, в Западной Европе новое время уже завершалось в эти веках. Русская культура нового времени обладает рядом особенностей. Прежде всего следует сказать, что к 16 веку закончилось формирование великорусской народности. В землях, входивших в состав Московского царства, стирались различия в языке, быте, нравах и других культурных феноменах. Все более заметной становится тенденция к унификации разнородных местных традиций и искусствия. Вознейшим итогом культурного развития России 15-17 столетий стало складывание единого русского языка. С 16 века все более ощутимо проявляется светский элемент в русской культуре. Возникают новые жанры в литературе. Проникается мирскими настроениями архитектура. Этот процесс получил название «обмерщение культуры». Он основывался на новых духовных венях, охвативших все страны Европы, в которых бешено развивается секуляризация. Вводятся новые атеистические и научные принципы построения мировоззрения, где Богу место не находится. То есть все страны Европы, новые духовные веяния, отличались независимостью от религиозных и культурных различий. Эпоха великих географических открытий в странах Западной Европы основывалась идейным движением, которое получило название «Ренессанса», по-другому «Возрождение». И в XIV-XVI веках возрождение охватило практически все европейские народы, сколько-нибудь соприкасающиеся с античной культурой Греции и Рима. Для Московской Руси с ее прочной византийской культурной традицией церковной жизни, политики, искусствия, обращение к античному наследию значило прежде всего осмысление письменных источников Византии, которые в большом количестве сосредоточились в Великокняжеской библиотеке, а также книгохранилищах наиболее крупных монастырей. Потому что библиотеки крупных монастырей были просто-напросто огромными в России. Установление новых культурных традиций сопровождалось острой идейной борьбой и находило свое отражение во всех областях культурной жизни России. Прежде всего, конечно, нужно сказать о летописании и какие здесь были инновации в русской культуре. В новых исторических условиях менялись формы произведения русской письменной традиции. Значительному латинскому влиянию подверглась такая сфера культурного творчества, как летописание. Вместо простого погодного изложения событий с XVI века появляются своего рода тематические подборки фактов, призванные подкрепить какую-либо общую идею летописи. В таком составленный при царе Иване Грозном летописец «Начало царства», в котором описаны первые годы правления Ивана Васильевича и обоснована необходимость принятия великим князем царского титула. Другое крупное летописное произведение того времени называлось «Степенная книга». Портреты и описания правления великих русских князей и митрополитов. В ней расположены по 17 ступеням, начиная от великого князя Владимира Святославича и кончая царем Иоанном Васильевичем. В середине XVI века московские летописцы подготовили огромный летописный свод, так называемую Никоновскую летопись, поскольку позднее она принадлежала патриарху Никону. Этот уникальный летописный свод представляет собой своего рода историческую энциклопедию XVI века. Только миниатюр этот свод содержит 16 тысяч. За эти цветные иллюстрации летопись получила название «лицевого свода» от слова «лицо», то есть «изображение». Появление столь крупных летописных сводов диктовалось потребностью царской власти осмысливать свое положение в обществе и передавать подданным русского государства официальную точку зрения на исторические события того времени. В XVI веке дальнейшее развитие получили исторические повести, имевшие большой успех у читателей. Самыми популярными в то время произведениями стало «Казанское взятие», а также «О хождении Стефана Батория на град Псков». Получила развитие также политическая и духовная литература. Новые мирские влияния не могли не отразиться на литературе этого периода. Возникает целый круг проблем нецерковного характера, которые с XVI века начинают остро волновать русских писателей. Главной из этих проблем является вопрос о месте Московской Руси как государства в общемировой истории, о ее значении для окружающих народов. Поднимается дискуссия о происхождении Великокняжеской династии, взаимоотношении государя с различными сословиями русского общества, в допустимой степени власть монарха над страной. В самом начале XVI века появилось публицистическое произведение сказания о князях Владимирских, которое стремилось обосновать авторитет Верховной Великокняжеской власти многовековой традицией. Русская Великокняжеская династия выводилась уже не из Скандинавии, а из Древнего Рима. Автор нового времени отказывался от средневекового предания по призванию Ирюрика и предлагал свою версию, по которой священная власть русских государей тянулась от императора Августа. В лучших летописных традициях это легендарное произведение начинало свой рассказ со всемирного потопа. Затем следовал перечень властителей мира, среди которых особо выделялся римский император Август. Согласно приводимому преданию, Август послал на берега Вислы своего брата Пруса, основавшего род Рюрика. Последний был приглашен на русскняжить. Наследник Пруса и Рюрика, а через них и Августа, киевский великий князь Владимир Монобах получил в Константинополе от византийского императора символы царской власти, шапку-венец и драгоценные оплечья, бармы. Таким образом, Московская Русь продолжала традиции Великого Рима. Тогда же в церковных кругах возникла новая духовная концепция. Москва-Третий Рим. Вся человеческая история выступала как смена мира в царств. Первый Рим погиб в результате нашествия варваров. Второй Рим, Константинополь, захвачен мусульманами. Третий Рим, истинный хранитель православного христианства, Москва, будет существовать вечно. Среди сочинений, в которых ярко проявилась православная и духовная идея, особенно выделяется чете Минеи, то есть помесячное чтение. Этот труд, состоявший из 12 больших иллюстрированных томов, насчитывал 27 тысяч страниц и являлся церковной энциклопедией. В него была включена церковная литература, переработанная после падения Константинополя в духе представления о Руси как последнем о плоти христианства. Спасибо за внимание. На следующем занятии мы с вами изучим тему античное наследие Максим Грек. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok